В Минобороны каждый день представляют все данные о применении нашей боевой авиации в Сирии. Демонстрация кадров и спутниковых снимков идет в полном объеме. Видно, какие объекты и базы террористов уничтожены, куда они везут оружие и какие мечети пытаются заминировать. Это делается в том числе и потому, чтобы не давать возможности западным СМИ и чиновникам искажать информацию. А такие попытки уже есть. Телекомпания CNN в этом процессе задает тон. Отличился и глава Пентагона. Вместо того, чтобы предоставить координаты объектов террористов, которые просил наш генштаб, Эштон Картер начал говорить вещи, несовместимые с офицерской честью. Российские боевые самолеты наносят удары днем и ночью, 67 вылетов в сутки. На этих кадрах уничтожение лагеря террористов в сирийской провинции Длиб. Огромный взрыв из-за детонации склада боеприпасов. А это точный удар по замаскированной в лесу базе террористов. Она разрушена полностью. Боевики несут ощутимые потери и вынуждены менять тактику действий. Расследотачивать свои силы, тщательно маскироваться, укрываться в населенных пунктах. В этих условиях для эффективного поражения мы продолжаем систематическое применение авиации и наращиваем интенсивность ударов. Всего за сутки поражены 60 целей. Среди них 17 лагерей баз подготовки террористов, 16 укрепрайонов и завод по ремонту бронетехники. Среди целей российской авиации провинция Ракка, которая считается условной столицей исламского государства террористической группировки, запрещенной в России. Момент нанесения авиационного удара в провинции Ракка, которая, как вам известно, контролируется исключительно группировкой ИГИЛ, вы можете видеть на экране. Прямым попаданием высокоточных бомб КАП-500С уничтожен штаб группировки формирования Лива-Альхак. А на этом видео, появившемся в интернете, российские вертолеты Ми-24 работают по позициям исламского государства в районе Каферн-Буда. Эти боевые машины вооружены двуствольными пушками и ракетами различных типов. Чтобы избежать поражения с земли, вертолеты отстреливают тепловые ловушки. Реакция Запада на российские удары по позициям террористов в Сирии все больше напоминает информационную войну. Очередной залп прозвучал накануне. Сначала американская телекомпания CNN сообщила, что несколько российских ракет якобы не долетели до цели и упали на территорию Ирана. Ссылка на некие анонимные источники. Два официальных лица сообщили CNN, что несколько ракет, выпущенных с Каспийского моря и наведенные на цели в Сирии, рухнули на территории Ирана. Нам особо подчеркнули, сразу четыре ракеты не долетели до границы. В какой части Ирана они разбились, непонятно. Сообщений о жертвах нет. Любопытно, что в Госдепартаменте США не смогли подтвердить, что наши ракеты упали, не долетев до цели. А в Пентагоне заявили, что якобы ракеты имели неисправности. Другую информацию предоставить отказались. Вызывают вопрос и сам стиль подачи этой новости. Нет никаких съемок с Земли или снимков из космоса. Хотя за иранской территорией уже давно внимательно наблюдают американские спутники-шпионы. В Тегеране сообщения о падении российских ракет на его территорию вызвали полное недоумение. Иранское министерство обороны назвало его частью психологической войны. Нам не сообщали о падении каких-либо ракет на территории Ирана. Все сообщения о том, что российские ракеты, направленные в Сирию, якобы упали в Иране, являются откровенной ложью. Понятно, что если бы было хоть какое-то подтверждение этой новости, американские телекомпании его бы сразу продемонстрировали. СНН отличается прихотливостью в комментариях. Это известно и по израильско-палестинскому конфликту, и по украинскому, и по ситуации с арабской весной. У Булгакова это называется «поздравляем вам с Аврамши». Есть и официальная реакция российского военного ведомства. В Минобороны заявили, что в отличие от СНН, которое ссылается на анонимные источники, наше командование показывает пуские пораженные цели практически в режиме реального времени. Как бы ни был неприятен и неожиданен для наших коллег в Пентагоне и Ленглиф удар высокоточным оружием по инфраструктуре ИГИЛ в Сирии, все-таки все запущенные с кораблей ракеты нашли свои цели. Это факт. Иначе пришлось бы признать, что расположенные на значительном удалении друг от друга объекты террористической группировки ИГИЛ в Сирии взорвались сами собой, причем почти синхронно. Весьма эмоционально на своей страничке в Фейсбуке высказался официальный представитель МИДа Марии Закарова. Прочитала сообщение СНН о том, что российские крылатые ракеты упали в Иране. Интересно, это уже от бессильной злобы, что ли? А эти бесконечные ссылки канала на источники все больше похожи на канализирование сточных вод. В Москве резко отреагировали на новости штаб-квартиры НАТО. Глава Пентагона выступил там с заявлением, тон которого напоминает о времена Холодной войны. Действия России в Сирии повлекут за собой последствия для самой России, в результате чего следует обоснованно опасаться ответных атак. Я думаю, они начнутся в ближайшие дни. Русские начнут нести потери в Сирии. Очевидно, что ожидание гибели солдат, пусть и чужих, это больше имеет отношение не к политике, а к морали, точнее к офицерской чести. Впрочем, у Картера нет воинского звания, он получил докторскую степень по физике. В своих оценках действий американских военных в различных операциях, проводимых ими по всему миру, представители Минобороны России ни разу не опускались до публичных ожиданий гибели американских солдат, не говоря уже об обычных американцах. Сегодняшнее заявление главы Пентагона Эштана Картера, к сожалению, более чем наглядно характеризует нынешний уровень политической культуры отдельных представителей власти США, а точнее степень их цинизма по отношению к остальному миру. Уверен, что ни один американский генерал такого бы себе никогда не позволил. Заявление главы Пентагона не мешает налаживанию координации между военными ведомствами. Как сообщил постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, вопросы предотвращения инцидента в Сирии обсуждаются с коалицией, возглавляемой Соединенными Штатами. Дмитрий Кочетков, Максим Семен, Первый канал.